Надо мне в дальнейший путь. Фёдор Иванович Шаляпин и Крым. Фёдор Иванович Шаляпин. Фёдор Иванович Шаляпин. Это был первый приезд и выступлений певца Фёдора Шаляпина в Севастополе. Он был очень молод и влюблён. Всего два месяца назад обвенчался со своей возлюбленной, балериной Тарнаги Йола Лапрести, итальянской подданной. К своим 25 годам Шаляпин успел пройти тяжёлый тернистый путь. Сын крестьянина. Он начинал свою трудовую деятельность учеником сапожника и токаря. Но уникальный голос и талант, колоссальное трудолюбие и удача привели его на профессиональную сцену. Среди исполненных им к тому времени партий – Мефистофель Фауст, Мельник Русалка, Дон Базилио, Сивильский Тирюльник. В полной мере оценил его талант известный русский меценат Савва Мамонтов, владелец частной русской оперы. Предложив немыслимый для молодого исполнителя контракт на 7 тысяч рублей в год, он заплатил неустойку Мариинскому театру и всеми силами способствовал расцвету могучего таланта певца, которому покорились все лучшие сцены мира – Большого и Мариинского театров, Ла Скала в Милане, Гранд-Опера в Париже. У Мамонтова я получил тот репертуар, который дал мне возможность разработать все основные черты моей артистической натуры, моего темперамента. Отработав лето на Нижегородской ярмарке, часть мамонтовской труппы отправилась в концертную поездку в Крым. Артисты дали концерты в Ялте, Гурзуфе и Севастополе. Повсюду их выступления сопровождались неизменным успехом, но особое внимание слушателей привлекало пение Шаляпина. Он чудно владеет своим замечательно мягким и красивым басом. Роскошная фразировка и высокая артистичность передачи доходят до того, что пение господина Шаляпина иногда кажется как бы декламацией. Это певец-художник в самом серьезном значении этих слов. Господин Шаляпин очень молод, если не ошибаемся, ему всего 25 лет. Какая видная будущность предстоит этому замечательному таланту, если в такие молодые годы он уже представляет собой не сырой материал, а законченного художника. С Крымом у Шаляпина связаны теплые воспоминания. Неоднократно пьется дыхал в Форосе, Гурзуфе. В Теселе тесно подружился с горьким, оказавшим влияние на его политическое мировоззрение. В августе 16-го Шаляпин с семьей гостил в богатейшем имении Суксу, купчихе Ольги Михайловны Соловьевой, на даче Орлиное гнездо. Сегодня это территория Артека. Долго существовала красивая легенда о том, как покоренная голосом певца на пикнике у Медведьгоры Соловьева подрила ему скалу, и поныне известную как Скала Шаляпина. На самом деле Шаляпин купил эту скалу у предпринимательницы, чтобы реализовать свою идею постройки замка искусства, где бы он мог обучать даровитую и серьезную молодежь искусству пения. Оригинальный проект застройки выполнил его друг, архитектор Иван Алексеевич Фомин. Вскоре начались строительные работы, прерванные в августе 17-го в связи с революционными событиями. Незадолго в конце июня 1917 года Шаляпин, находясь в Крыму, приехал в Севастополь, чтобы дать концерт в пользу солдат и офицеров, раненых на фронтах Первой мировой войны. Певец посещал военные корабли и части, прослушивал поющих матросов, подбирал вокальный ансамбль для выступления. И на конец 11 июля состоялся долгожданный концерт Шаляпина на Приморском бульваре, где присутствовали более 30 тысяч человек. Очень много матросов, солдат и рабочих. Тесным кольцом охватили они длинные ряды скамей. С нетерпением ожидают выхода великого певца земли русской. Впереди ряд скамей занят инвалидами. Они собраны здесь со всех госпиталей Севастополя. Многие из них единственный раз в жизни послушают сегодня песни вдохновенного певца. Громом аплодисментов встретила восторженная публика выход Шаляпина. Оркестр заиграл Марсельезу Ружеде Лиля. «Я счастлив приветствовать в лице Черноморского флота свободную русскую армию», – обратился к присутствующим певец. При участии симфонического оркестра, Севастопольского порта, хора матросов и судовых регентов, в программе прозвучали «Дубинушка», «Замучен тяжелой неволей», «Есть на Волге утес», «Мельник Доргомышского», «Песня о Блохе Мусоргского», «Украинская народная песня про комара» и другие произведения. В финале прозвучала песнь «Революции» на слова и музыку самого Шаляпина. Из Севастополя Шаляпин отправился на отдых в Кисловодск. И уже оттуда, переполненный впечатлениями от концерта, написал Николаю Николаевичу Хвостову. Сейчас я только что был в Севастополе. Пел там большой концерт матросам в пользу инвалидов и народного университета. Пел я в простой матросской солдатской куртке. В ней и снялся. Посылаю тебе эту карточку. Матросы меня качали на руках, а я им пел разные песни и говорил речи. В Севастополе я летал на гидроплане. Очень это приятное удовольствие. После 1917 года Шаляпин участвовал в строительстве новой театрально-музыкальной культуры молодой страны Советов. Он совершенно искренне переживал революционные события, веря, что к власти пришли люди, которые устроят жизнь осмысленную, радостную и правильно работную. Но жизнь людей, которым революция сулила счастье, становилась все хуже. Наступали голод и разруха. Он продолжал давать благотворительные концерты, гастролировал в качестве гонорара за выступления, получая только продукты. Вскоре Шаляпина объявили буржуем, в доме его участились обыски. После ареста и расстрела его друзей он принял решение покинуть Россию. В 1922 году, уехав на гастроли за границу, Шаляпин и его семья не вернулись в Советский Союз. В Париже 1932 вышла его автобиографическая книга «Маска и душа. Мои 40 лет в театрах». На последних страницах книги автор в своих воспоминаниях возвращается в Крым, Сууксу, туда, где на скале у моря осталась его несбывшаяся мечта – замок искусства. Грусть о неосуществленной мечте сменяет вечное шаляпинское стремление вперед. Придут другие, создадут. Искусство может переживать времена упадка, но оно вечно, как сама жизнь. Редактор субтитров А.Семкин